Сейчас мы находимся в ковидном госпитале на базе госпиталя ветеранов. Волонтеры передали несколько тонометров и один кислородный концентратор для поддержания дыхательных функций пациентов госпиталя. Государство покрывает основные потребности медицины, но и волонтеры вносят в это дело свой важный вклад. В 2020 году по всей стране добровольцы собирали и передавали медикам горячие обеды, средства индивидуальной защиты, доставляли продукты людям, находящимся на самоизоляции. В 2021 году волонтеры возобновили эту работу. Инициативная группа жителей области также присоединилась и передала оборудование медработникам госпиталя ветеранов войн. Конечно, это очень большое дело. Мы очень рады, когда к нам обращаются благотворители, обращаются, конечно, конкретные частные лица. Вот в частности сегодня это частное лицо, которое собирает сам добровольно, призывает жителей для оказания помощи. Это все необходимо. Константин Сирнов и Павел Баранников вместе с другими волонтерами и активистами уже несколько лет занимаются благотворительностью. Ребята и их семьи пережили коронавирус. Они решили не сидеть сложа руки, а помогать другим людям справиться с этим коварным заболеванием. Первоначально в прошлом году решил просто привить такую инициативу через социальную сеть Инстаграм. Он был жилпост о том, что давайте просто соберем кто сколько сможет. Независимость. То есть там хоть 50 рублей, хоть 5000 рублей. И на удивление людей, которые не остались в стороне, оказалось довольно-таки много. В 2020 году ребята общими усилиями собрали около 100 тысяч рублей. На эту сумму приобрели один кислородный концентратор. Сначала волонтеры звонили в поликлиники по списку и узнавали о потребностях врачей и пациентов. Сейчас активисты помогают в госпитале ветеранов войн. На собранные средства и было закуплено необходимое оборудование. Поучаствовало 154 человека. То есть в общей сложности набрали больше 86 тысяч. С учетом того, что это просто люди, кому не жалко. Медучреждение с благодарностью приняло помощь волонтеров. В то же время начальник госпиталя ветеранов подчеркнуло, как важно пенсионерам самим позаботиться о себе и сделать прививку от коронавируса. Именно пожилые люди относятся к группе риска и должны беречь себя. Естественно, очень необходимо, чтобы они провакцинировались, потому что после вакцинации явное дело развивается иммунитет. И значительно легче, чем молодые, во-первых, они переносят вакцинацию, потому что иммунный ответ уже немножко меньше в силу взрослых изменений, то есть слабеет иммунитет. И переносят уже они, естественно, потом заболевания после вакцинации значительно легче. С 30 октября по 7 ноября в области объявлен период нерабочих дней. Ранее в регионе была введена обязательная вакцинация для некоторых категорий граждан. Сделать прививку от коронавируса можно в поликлинике по месту жительства и в мобильных пунктах на территории торговых центров.